Книжное наводнение Музыкальный остров Солярис, сказочный остров Буян и некоторые другие. Все корабли отчаливали от берега музыкального острова «Звуковая волна». Первым пассажиров провожал фольклорный театр «Веретенол». Пополнить запасы знаний все желающие смогли на научном острове H2O в информационном центре по атомной энергии. Исследовать и молекулу воды, и бездонный океан звезд гостям острова помогали шлемы и очки виртуальной реальности. Цифровой микроскоп и телескоп. Здесь же можно было пописать 3D-ручкой и узнать при помощи радиометра, насколько ты радиоактивен. Тайны подводных глубин раскрылись перед искателями приключений на острове Ундория. Здесь палеонтолог Илья Стеньшин прочитал лекцию «Когда Волга была морем» и рассказал о необычных находках на дне Куйбышевского водохранилища. А юные посетители острова сделали своими руками настоящих динозавров. Хранитель прошлого, ведущий архивист Госархива Ульяновской области Антон Шабалкин во время лекции «Вода, вода, кругом вода» окунулся в предания, связанные с водой, например, с Моришкиным родником, а также поделился своими знаниями о гербах, где опять же присутствуют какие-то водные символы. Вестеприимная чайная акватория давала возможность путешественникам переждать шторм и восстановить селы при помощи вкусного чая, конфет и суши. Правда, чтобы получить эти угощения, надо было немного потрудиться, поймать на крючок бумажный кораблик и отгадать написанную на нем загадку. Библиотечный архипелаг таил еще много секретов. Химические опыты, игры разума, тайнопись аборигенов и множество других мастер-классов, площадок и открытий. Интересно было не только детям, но и взрослым. Ирина Антонова, новости Ульянской правды.